А завтра православные верники сустренутся в дарованную неделю. В этот день принято просить один-одного о прабачении. Звучай берет початок еще в первые годы после воскресения Христа. По будле опадания перед початком Великого посту монахи сходили в пустыню, где проводили 40 дней практически без ежей воды, по прикладу Иисуса Христа. Таким чином они усматривали подвиг молитвы. Многим из них не наканавано было вернуться живыми. Таму перед дорогой яны, яку опошний раз просили один-одного даровать ему все крыуды. За 100 годзи традиция пустыльництва не захавалася, а вось просить прабачение, дейничая и теперь. Зрабить гэта – значыть увасти в Великий пост с чистой душой без вины перед близкими. Такое символичное очищение дозволяя засеродить свою увагу на духовным життям. Святые отцы говорят, что суть не в том, чтобы попросить прощения, а суть в том, насколько ты прощаешь своему ближнему или дальнему человеку его прогрешение. То есть прийти и просто сказать «прошу прощения» – это пустой звон. Надо бы, чтобы душа человека располагала дать прощение другому человеку. И вот только в таких обстоятельствах это будет верно. До речи, об тем, как подрихтоваться до Велик дня и какие существуют правила и послабления по час Великого посту, можно будет доведаться завтра. Отказы на вопросы владыка Стяфан даст нашему корреспонденту у актуальном интервью. Глядите программу «Навины ты дня» на Беларусь 4. Продолжение следует...